Утро новоиспеченного министра информации и тут без сенсаций обычно начинается с новостей. Есть определенный набор ресурсов, которые я просматриваю регулярно, и соответствующие обзоры, которые читаю. Потому что так или иначе нужно понимать, что произошло как минимум за ночь. Ну а сегодня оно было несколько особенным, поэтому оно началось с документов. А информационный детокс вы себе устраиваете когда-нибудь? Крайне редко. Последний раз это было в 2019 году. 2020-е изменило многое. Не только информационные привычки. В один миг вдруг стало понятно. Без жесткой и сильной позиции в медиаполе теперь не выжить. Это была та еще закалка. Не за горами очередная избирательная кампания. СМИ в этот момент всегда на передовой. Мы уже почти готовы к запуску новостного канала. Именно об этом докладывают президенту. Свой инфоканал это было поручением, хотя проектов и задумок куда больше, вплоть до видеохостинга. Команда, которая отвечает за новости, пропаганду и идеологию, подходит к очередному политическому событию во всеоружии. Мы скоро уступаем предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, слава богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю, к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать пока и сражаться, хотя не совсем просто это. Запуск первого в истории отечественного телевидения новостного канала намечен на 17 сентября. Но этот новый сезон для телевизионщиков уже давно начался. Последние месяцы шла большая подготовка студий, кадров, проектов. Репортеры, режиссеры, технические группы все лето трактуются без остановки. Мне просто не терпится все вам рассказать на первом информационном. Для информационщиков и тех, кто мечтает им стать, море возможностей. Новости каждый час, горячие темы, интервью с топовыми спикерами, прямое включение из гуще событий, мнение экспертов, голоса блогеров и интересные спецпроекты. О том, что происходит в стране и мире, готовятся говорить и показывать круглые сутки. Стильно, модно, молодежно, по картинке и по смыслам. Зачем сегодня первые информационные? Есть несколько составляющих. Первое – это люди. Общественно-политический контент – один из самых популярных на телевидении, поэтому сам Бог велел расширять его производство и показ в эфире. Во-вторых, Белтелерадиокомпания за последние годы настолько увеличила объем производства общественно-политического контента, что мы просто уже не помещаемся на классическом телеканале «Беларусь-1». В-третьих, идет информационная война. Извините, еще раз должен это сказать. Наши враги, давайте говорить прямо, имеют не один, я бы даже сказал, десяток таких каналов, которые используют в войне против нас. Поэтому мы просто обязаны сделать то же самое. Мы должны отвечать и доносить до наших людей правду, до мирового сообщества. Это замечательный инструмент. Правда – сильное оружие в информационной войне. В этих реалиях к работе СМИ добавилась нагрузка. Не только информировать, но развенчивать, фейки, оперативно реагировать на вбросы. Президент это нередко делает сам и журналистам советует. То самое по украинскому кризису. Абсолютно понятная, честная политика. Тут я читаю, плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации. Да Лукашенко то, да он это, да он завтра отдаст загад. Пойдут туда ни яких загадов, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все. Поэтому я просто призываю вас основываться на правде. И пропагандировать будем только нашу белорусскую правду. К чему готовиться в 2025-м? Ну мы готовы к любым недружественным проявлениям. Мы даже не можем догадываться о том, что задумывают наши оппоненты. Мы прекрасно понимаем, что в их руках цифровые возможности. Интернет их и платформы крупнейшие тоже принадлежат им. Такие как Мета, такие как Гугл, со всеми их там социальными сетями и видеохостингами. Но понимая это, мы предпринимаем конкретные шаги и продумываем какие-то ответные шаги на недружественные, агрессивные действия. Вы видите, что сейчас происходит с тем же Ютубом в России. Вы видите, какое давление идет на единственную, казалось бы, независимую платформу Телеграм со стороны европейских государств. В первую очередь Франция. Мы понимаем, что таким свободным и таким независимым интернет уже никогда не будет. Поэтому нужно готовиться. В информационной политике вы за демократию или за диктатуру? Нет, я никогда не был за демократию, тем более в том смысле, в котором это насаждается нам западом. Потому что для них демократия – это то, что они могут делать все, что угодно, а все остальные должны быть как гвоздики под молотком. То есть ты, если что-то начинаешь говорить, ребята, а как это, это другое, бах тебя по голове. Нет, я за диктатуру, за диктатуру разумную, которая позволяет держать в порядке, в законном порядке страну, и при этом, чтобы страна развивалась. А демократию, конечно, как воля народа, она должна реализовываться. Но только не так, как нам это показывают. Валить в пользу действующего президента, если он будет кандидатом, нам тоже это не надо. Спокойно надо показать то, что есть. Показывать достижения и добрые дела только кажется простой задачей. Это куда сложнее, чем просто хайповать на негативе. Он всегда кликабельнее. Чтобы не утонуть в потоке новостей, информационная гигиена, здравый смысл и критическое мышление в помощь. Нужно работать. Работать и включать мозги. Сейчас мы должны быть готовы к тому, что дипфейки, фейки, они будут массово вбрасываться для того, чтобы снова поднять людей на эмоции. Но и слава богу, белорусы не дураки. Слава богу, мы тоже уже опытные люди, и мы немножко начинаем понимать, кому выгодно расшатывать ситуацию вокруг нас. И самое главное, что нам от этого будет только хуже. Поэтому в 25-м году все будет хорошо. Другой вопрос, что мы должны не расслабляться по этому поводу. Хотя дипфейки – дело такое, искусственный интеллект ведь тоже можно взять в свой арсенал. Доброе утро, Александр Григорьевич. Держите. То, что происходит в политической, общественной и информационной жизни, отражается и на всей белорусской школе. Свой канал теперь есть даже у Раяно. Мы готовим себя в районе, репост об участии делегаций районов. А вы ведете телеграм сами, да? Конечно. И как? Ну, мы в телеграме размещаем самые актуальные мероприятия, самые актуальные вопросы, которые у нас рассматриваются. Это отдел образования. Отдел образования. Отдел образования Петриковского райисполкового. То есть, если я хочу узнать, что в Петрикове с образованием, я в ваш телегу. Да, конечно. И там все понятно. Там по всем направлениям. Ну, как и в Монтаре. Конечно. Почти новости. Главной новостью Республиканского педсовета стало то, что сказал президент. Реформы в образовании закончились дальше только до шлифовка, если что. В целом система работает и приносит соответствующий результат. Первейший приоритет для сферы – престиж профессии учителя. Без патриотизма, как фундамента образования, сегодня никуда. Таланты должны оставаться в стране, жить и работать. Акцент на профессиях будущего и экспорте услуг образования. Все попытки дискредитировать белорусскую систему образования мы видим. Но у меня возникает только один вопрос при этом. Если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками? Зачем их тащить туда, к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи – литовцы, латыши, поляки, эстонцы – уже давно ищут счастье в Европах и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети. В дискуссии с педагогами президент еще со старта задал тон. Замалчивать проблемы в образовании значит стрелять себе в ногу. Всегда ли школа – храм? Как научить трудиться? И почему надо разбираться с недобором вузы по аграриям и инженерам? А как завтра кормиться будем? Во что одеваться будем? Все от земли. Почему здесь у нас недобор? Вы даже словом не обмолвились? А инженер? Как без инженеров завтра жить будем? Юристы и историки. Ни электромобиль не создадут, ни атомную станцию не построят. То есть нужны и они. И прежде всего они – инженеры. А где они? Если присутствие на педсовете дает возможность президенту ощутить нерв педагогического сообщества, то самим учителям такой разговор помогает почувствовать нерв времени. Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет, что эти бешеные на западе там готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации страну, махину эту. Сейчас маленькая Беларусь. Она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом. Вот эту всю экономику, эту махину надо развернуть с запада на восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на востоке. Слава Богу, у нас это получается. Но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали, что страна живет в очень тяжелый период. Вопрос или-или. Нам сейчас советуют, подкидывают в страну. Слушай, давай ты вот тут отступи, там освободи. Начиная отсюда и заканчивая. Да плюнь ты на эту Россию. Да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. Открой границы, мы войска НАТО под Смоленск заведем. Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Но, несмотря ни на что, вопросы поддержки учителей, укрепления имиджа, педагога и школы – главное. Бытовые, но важные вопросы. Зарплату выровняют по отношению к средней уже в 2025-м. Квартиры будут больше строить для педагогов. Ситуация вокруг очень сложная. Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. Никогда. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать? Надо думать всем. И быть готовым к этому. И все начинается с нас, с учителей. В свое время Татьяна Корпиченко не только учила белорусского президента, но и была с ним коллегами. Условия для педагогов тогда и сейчас – небо и земля. Но в любые времена лидера заметно сразу. Выделялся из класса своей любознательностью. Среди учителей мы же тоже общаемся, обсуждаем этих своих учеников. Учитель истории. Бывало, что-нибудь обсуждаем, так он будет говорить. У меня Лукашенко – лучший ученик. И он умел с ребятами разговаривать. Молодец. Горжусь тем, что часть воспитания ему, особенно патриотизма, все-таки дала школа и учителя. Не только дали хорошее знание, но мы привели в нем любовь к своей родине, к своему народу. Образование – это, конечно, женское царство, но мужских историй здесь тоже хватает. В четвертом классе к нам пришел директор местного музея и рассказывал про Великую Отечественную войну. Я был тем маленьким мальчиком, который наибольше задавал ему вопросов. В конце он подозвал меня к себе, сказал, Владимир, вы станете историком. И это, на самом деле, сбылось очень важно, чтобы учебник был идеально подобран под учащегося. И там были собраны не только факты, но и различные интерактивные задания. И современный учебник истории Беларуси в контексте современной, семерной истории, он полностью соответствует. Потому что помогает, в принципе, учащемуся не только поработать со знаниями, но и проявить свое творчество, а, соответственно, еще больше полюбить историю. Кстати, с этим учебником спецсовета ушел и президент. Вы не раз подчеркивали о том, что учебник по истории, в первую очередь, должен быть образцом. Мы постарались первый такой образец сделать. Спасибо. Спасибо большое. Это настоящий подарок. Спасибо. Вручили на память и пособие по философии, оно полностью переработано. Президентская философия неизменна. Идти от жизни, делать все, что требует страна, обстоятельства и время. Спасибо, мэм. Спасибо, мэм. Спасибо, мэм.